Настоящим открытием и мегапопулярным местом отдыха для россиян сезона 2021 стала Куршская коса. В этом году номерной фонд индустрии туризма Калининградской области вновь вырос. На Куршской косе открылся первый четырехзвездочный спа-отель. Таких природных жемчужин, как наш национальный парк, где расположен отель в мире, всего три. Две косы из трех – природное достояние России, и аналогов им больше нет в мире. Просыпаться в отеле на берегу Куршского залива, а отдыхать на побережье Балтийского моря – для многих гостей косы это даже звучит удивительно. Увидеть такую Россию, где даже сосны замерли в танце балтийских ветров, и соприкоснуться с ее особой историей и уникальной природой, ставшей объектом всемирного наследия ЮНЕСКО – это уже незабываемый источник впечатлений. Построен из Данспа-отель был в самый разгар пандемии и самоизоляции, когда только принимался национальный проект развития внутреннего туризма. И по словам посетителей, он органично дополняет впечатления от уникальной природы и отвечает всем новым мировым требованиям отельного бизнеса, высоким уровнем обслуживания и комфорта. Для тех, кто раньше отдыхал только за границей, это место на карте России стало настоящим открытием. Мы выбрали это прекрасное место и ни разу не пожалели. Этот отель нам очень понравился. Не ожидали вообще, что здесь настолько будет красиво. Как только мы зашли, вид, конечно, превзошел ожидание. Прямо у залива такая облагороженная территория, все ухожено, очень вежливый, приветливый персонал. Кухня прекрасная. Не знаю, я в восторге осталась. Обязательно всем порекомендуем Курскую косу и конкретно этот отель. Местная природа, это, я не знаю, есть ли где-нибудь еще такое. Очень впечатлили песчаные дюны. Мы ездили за границу, и вот этот белый песочек, он привлекал на глянцевых журналах. Оказалось, что бывает только там. А теперь мы знаем, что и в России такое есть. Как и предыдущая пара, Марина и Анатолий до пандемии тоже отдавали предпочтение отдыху за границей. Одно из последних мест посещения – Япония. От сервиса отечественных отелей всегда ждали лучшего. На этот раз все, включая непредсказуемый бархатный сезон, оказалось на высоте. Очень понравился отель, высокий уровень, такой европейский, я бы сказала. Массаж, необыкновенный гидромассажный бассейн, сауна – все здорово. Прелесть вашего массажа в том, что Бог нам дал такую погоду на это время. И все вместе, еще и руки мастера – это прекрасно. Мы взяли с собой очень много теплых вещей. И они здесь не пригладились. Здесь все было по-другому. Много солнца, тепла. И мы это увезем с собой. Здесь и сегодня, буквально, наш последний день здесь. И я поделился с Мариной впечатлениями, что отель замечательный все-таки. За завтраком, глядя на этот залив, в котором отражается солнце, но такое немножко щемящее чувство, что последний день нужно уезжать. Мы много провели на природе. На втором месте – это, пожалуй, столовая, кухня и бассейн с сауной. Да, там тоже достаточно много времени мы уделили. Кухне очень понравилось. Обслуживание замечательное. Мне очень понравилось еще отношение людей. Оно особенное. Здесь оно другое, оно теплое. И сюда хочется вернуться. Как подтверждение сказанному, к концу отпуска сим-карты у всех, с кем нам удалось поговорить, оказались переполнены. Фотоотчет о том, как проходит отпуск, гости отеля делали чуть ли не с первых минут утреннего пробуждения. Удивительно, что в окружении такой потрясающей природы и прекрасной погоды почти никто не устоял от соблазна отдать себя в руки профессионала по тайскому массажу, посетить косметолога и начать утро с посещения бассейна, за который, кстати, вообще не нужно дополнительно доплачивать, а можно только получать наслаждение и мечтать, как остановить эти прекрасные мгновения. Вы знаете, наше место настолько уникально, гармонично, и вселенная сюда смотрит, что проблемы со специалистами у нас не было. Они к нам пришли, как будто бы они нас ждали на самом деле. И нам настолько с ними повезло, с каждым специалистом. Они все с огромным опытом, они все болеют своей профессией, они настолько любят своих гостей. Вы можете приехать и принять любую ванну минеральную, которую хотите. У нас есть ванны, например, Клеопатры, молодость, молоко и мед. Что еще нужно? Жемчужные ванны. Вы можете получить спектр массажей, начиная от гидромассажа подводного, заканчивая тайскими массажами оздоровительными. У нас есть прекрасный специалист, который проходил обучение, жил в Таиланде. И от него люди уходят настолько одухотворенные и возвращаются к нему еще раз и еще раз. Сейчас мы открываем еще направление косметологии. Вы можете получить парафинотерапию. У нас есть грязевые аппликации, и это именно крымские грязи. В ближайшее время в новом отеле на берегу залива откроют еще и собственный кинотеатр, к монтажу которого уже приступили. Зал рассчитан на 15-20 посадочных мест. Он будет отличаться тем, что у нас будет современная, удобная мебель, столики, кресла, которые мы заказали по индивидуальному заказу. Это современное оборудование, звук. То есть продумано все до мелочей. Я думаю, что гости останутся довольными, посетив наш кинотеатр. У нас начинает работу лобби-бар. И опять же, такая маленькая изюминка, отличительная черта, можно сказать. Мы планируем клуб выходного дня, семейные вот такие вечера, когда вы можете приятно провести время под живую музыку. Очень часто у нас останавливаются группы. Востребован очень конференц-зал. Поэтому в планах открытие конференц-зала на 30 посадочных мест. У нас планов, можно сказать, громадье. Мы, конечно же, учитываем все пожелания наших гостей. И делаем все возможное, а порой, наверное, и невозможное с нашими сотрудниками, чтобы все гости чувствовали себя как дома, чтобы им и хотелось возвращаться к нам снова и снова. Такое стремление уже оценили гости отеля. Со дня открытия и за первый летний сезон отель посетила около 4 тысяч гостей Янтарного края, в числе которых и зарубежные туристы. В сложный период межсезонья санаторно-гостиничный комплекс входит в полной профессиональной готовности продемонстрировать весь мировой опыт возможностей СПА-услуг. Кроме того, в отеле разработали пакет заманчивых предложений выходного дня и уже готовят новогоднюю программу.